Привет, друзья! Сегодня я решила вам рассказать про свои топ-5 самых любимых теней для век. Я подумала, что вам это может быть интересно. Это те тени, которыми я пользуюсь часто, много, с удовольствием, и которые я, безусловно, могу рекомендовать вам. Итак, первый, и это, заявляя очевидно, это Makeup Geek оттенка Latte. Это мои самые любимые тени. Я прошу прощения, у меня соседи сверлят, если вы еще не поняли. Это тени, которые я использую каждый день, в складке между веками. Я очень надеюсь, что это не слишком громкий звук вот сейчас на камере. Но просто я ждала уже несколько... некоторое время, и они не перестают. Вот этот оттенок. Это очень теплый такой карамельно-коричневый. Каждый день в складке между веками я использую его, я его просто обожаю. Это для меня абсолютно необходимый цвет, я без него никуда. То есть, вот если из всего этого вы будете покупать один цвет, купите его. Он хорош и для остатки между веками. Иногда я его просто наношу на все подвижные века, на нижние века, и все, мой макияж готов. Это очень универсальный цвет, и он прекрасно растушевывается, что всегда очень большой плюс. Следующее. Это недавно не любимец. Я его попробовала для вас недавно в макияже с новой косметикой, и вот сейчас он у меня на подвижной веке. Это Тинни Джаст оттенка P255. И это один из самых потрясающих цветов на свете. Прекрати это. Можем ли мы? Смотрите, как они мерцают. Это удивительный, уникальный цвет. Он коричневый, в нем есть немножко золотого пигмента, немножко зеленого. Абсолютно уникальный цвет. Я его обожаю. Он мерцает просто невероятно. И в целом Тинни Джаст, вот из того, что я пробовала, они очень пигментированы. Я у них на стенде в свое время пробовала несколько, и они все пигментированы. Прекрати это, прекрати это. Стоп. Они очень пигментированы все, поэтому я очень хочу познакомиться с ними поближе. У меня есть их вот два оттенка, и они оба прекрасные. Я решила рассказать про это, потому что он просто уникальный. Мне кажется, что многим из вас он также должен понравиться. Следующие тени, которые я очень люблю, это Bobby Brown Longwear Cream Shadow Stick. Оттенок называется Smoky Tapas. И это тень Stick. Мне очень нравится этот холодный такой коричневый оттенок. Серый-коричневый. Он очень хорош сам по себе, он хорош как база под другие тени. И мне нравится, что эти тени очень пигментированы. В отличие от многих кремовых теней, которые я пробовала, эти вы наносите, растушевываете, и они остаются очень пигментированными. И яркими, и мерцающими у вас на подвижном веке. Поэтому тут они классные. И благодаря тому, что они очень мерцающие, они, как ни странно, несмотря на то, что они очень мерцающие, они хорошо смотрятся в складки между веками. То есть я их не ношу специально в складку между веками. Но иногда я использую их просто вот как единственные тени вообще во всем макияже. Я просто наношу их, я их растушевываю на подвижные веки и в складки между веками. И вот в складки между веками они дают тени. И поэтому их, в принципе, вполне достаточно для создания макияжа. То есть я наношу их, растушевываю, и все. Тени готовы. Поэтому это также одна из опций, которую я использую на работу. Это очень быстро, очень красиво. Следующие тени. Вы знали, что мы не обойдем себе с Colourpop. Я обожаю Colourpop. И это оттенок Nelion Air. Из тех теней, которые у меня есть, мне кажется, это мои самые любимые тени. Просто потому что они бесподобно мерцают. Они стоят всего, мне кажется, 5 долларов. И за эти деньги вы получаете просто потрясающее качество. И эти тени, смотрите на них. Вау! И это, опять же, абсолютно уникальный цвет. Он золотисто-коричневато. Я не могу назвать, вот, описать его словами. Он просто удивительный, уникальный. Он очень мерцает. Тени очень плотные, пигментированные. И они моментально придают макияжу такой более праздничный вид. Потому что они блестят. Они блестят просто как драгоценности у вас на глазах. Тени очень стойкие, держатся весь день. И да, я просто обожаю этот цвет. Их можно использовать просто, когда я делаю какой-нибудь яркий макияж. Я их сразу ношу. Либо, например, вечером. У меня вот мой обычный дневной макияж. И вдруг мы с мужем куда-то собираемся. Я просто по-быстрому беру их. Наношу их на подвижное лето. Все. Макияж сразу более вечерний, праздничный, классный, яркий. Восхитительный. Поэтому у Colourpop есть довольно много носибельных цветов. Но я хотела вам рассказать про этот. Просто потому что он уникальный и ни на что не похожий. И последний тень, про который я вам не могу не сказать. Это Artvisage оттенок 120. Это культовые тени. Мне кажется, что вот из всех теней Artvisage это самые культовые. Потому что это, насколько я понимаю, хороший дюб для The Balm Mary Lou. Хайлайтера. Соответственно, их можно использовать и как тени, и как хайлайтер. Они у меня сейчас под бровью. Они блестят. Но они не слишком блестят. Какие-нибудь чистые палецы. То есть, вы можете их наносить очень плотно и мерцающе, вот как сейчас. Либо вы можете их наносить кисточкой, растушевывать. И они тогда смотрятся более естественно. Опять же, если, например, мне нужно сделать какой-то быстрый макияж, я беру свето-коричневые тени, ношу их в складку между веками. Потом я беру эти тени. Я ношу их и на подвижные века, и в уголок глаза, и под бровь, и в качестве хайлайтера. И везде они смотрятся потрясающе. Вот они. Они стоят с чем-то рублей. И при этом это оттенок, который очень универсальный в плане высветления тех мест на вашем лице, которые вам нужно высветлить. Прекрасные тени, безусловно, безусловно, я вам их могу рекомендовать. Они одни из лучших теней. И опять же, это вот одни из тех теней, которыми я пользуюсь практически каждый день, просто за счет их универсальности и потрясающего их оттенка. Итак, это все. Это было мое короткое видео про топ-5 моих любимых теней для век. Я надеюсь, что вам было интересно. Особенно, например, если вы новичок, вы только вот собираете свою коллекцию макияжа, то это вот оттенки, которые вам, безусловно, пригодятся. Особенно светло-коричневый от Makeup Geek Alate и вот этот вот Artvisage 120. В целом, вот с этими двумя тенями вы можете создать полностью макияж. Все, вам больше ничего не нужно. Остальные этой серии экстра-экстра красота. Так что это все. Надеюсь, что вам было интересно. Если интересно, то поддержь и подписывайтесь на мой канал. Я снимаю много видео и выкладываю их для вас. Все, друзья, этот туториал с этим макияжем уже должен быть на канале. Это драматичный вечерний макияж, поэтому вы можете его найти. И да, спасибо вам за просмотр. Люблю вас всех. Пока-пока.